Всем привет! Вы смотрите Кофейный Блог. Сегодня я сравню две ручные кофеварки. Аэропресс с насадкой Fellow Prisma и Кафлана Компресса, ручная эспрессо-кофеварка. Мы узнаем, смогут ли они сделать эспрессо и кто с ним справится лучше. Начнем с того, что же такое эспрессо. Эспрессо – это напиток, приготовленный под давлением от 5 до 9 бар. То есть от эспрессо-кофеварки требуется лишь нагреть воду и создать необходимое давление, чтобы она прошла через кофе. И чтобы не тратить время, давайте сразу свалим кофе. Так, получилось 29 грамм порция из закладки 12. Вот эта крема. Видно, что с давлением, потому что цвет соответствующий. И видно, кофе обычный. Ну что ж, наши варианты готовы. Прошло уже минут 5. Здесь вообще никакого крема не осталось. Здесь еще чуть-чуть все-таки присутствует. По аромату ничего сказать не могу, будем пробовать. Все, поставим на свои места. Этой кофланы – это призма. Как мне подсказывают, это можно сравнить с соком с мякотью. А это фильтрованный сок. Все, что выжали, все полезное, вкусное. Нельзя так говорить. Мякоть и польза. Короче, мой вердикт – это однозначно эспрессо – это непонятный кофе. То есть здесь вы чувствуете плотность за счет масел, такая высокая концентрация, насыщенность. И кружка получается чистой. То есть здесь нет никакого осадка. В то время как здесь такой слой осадка, как будто френч пресс плохо заварили. И сильно мелкие помол использовали. И все это вам попало в кружку, напоминает наждачку на языке. Так что нет. Я не рекомендую эту насадку для приготовления эспрессо. Я пытался делать разные рецепты. Я пытался подкладывать бумагу под кофейную подушку, под кофе. Нет, не выходит. Короче, в этом варианте вы не получите настоящий эспрессо. И крему тоже не получите, потому что она создается за счет того, что просто насыщается кислородом от сильной струи кофе. Ваш напиток – это фейк. В то же время эту насадку можно использовать для приготовления обычного фильтра кофе, как вы делаете с обычными, с бумажными фильтрами, только с металлическим. То есть она многоразовая, удобная за счет того, что можно ставить сразу, заливать, вода не будет протекать. Для этого и создан клапан. Но не для того, чтобы создавать давление. И переходим к давлению. Для приготовления здесь мы можем создать 9 бар. Здесь мы можем даже больше создать. Но устройство может не выдержать, так что не переборщите, 9 бар хватит. В то время как здесь мы создаем небольшое давление. Даже если мы создадим большое давление, что случится с этой насадкой? Она, скорее всего, сломается. Ну и не сломается, сеточка, возможно, погнется, деформируется, ну, может и порвется. Чтобы вы понимали, для создания давления здесь для эспрессо необходимо приложить от 28 до 54 килограмм усилия. В то время как здесь от 150 до 225 килограмм. То есть человеку это явно невозможно сделать. Но даже если вы создадите это давление, здесь нет кофейной подушки. И получается кофе просто суперструей какой-то лазерной будет резать вашу стеклянную кружку. Так что в любом случае здесь у вас ничего не получится. Вода просто быстро протечет, но с большим давлением. В то время как здесь она проходит через кофейную таблетку. И эта кофейная таблетка создает сопротивление для воды. Поэтому кофе медленно протекает. И вы, наверное, думаете, почему же такая большая разница в давлении. Все потому, что все высчитывается по формуле. Это обычная физика, тут ничего сложного нет. Мы считаем площадь вот этой корзинки и вот этой корзинки. Эта площадь больше. Это чуть поменьше, но дело не в этом. Дело в том, что здесь используется закон Паскаля. То есть мы создаем давление в 2,77 раз больше. Так что здесь оно получается 150 килограмм при приложении 54 килограмма. Так что примерно в 3 раза увеличивает ваши усилия. И получается давление создается в 3 раза больше здесь. А здесь все нужно создавать как есть. Поэтому если вы ищете эспрессо-кофеварку, вот это вот легко с ним справиться. С этой придется или сильно как-то придумывать штуки какие-то для давления. Или не делать в ней эспрессо. Я не рекомендую именно эспрессо готовить в ней. Фильтр кофе, да. Эспрессо это перевод зерна. То есть, как вы поняли, это просто разные типы заваривания кофе. Здесь мы больше воды проливаем. Здесь мы делаем концентрированный напиток. Но все-таки, если вы задумались над тем, как же все-таки можно ли переоборудовать это под эспрессо. Фиолопризма? Нет. Обычная насадка? Да, возможно. Сюда вставляется металлический фильтр. После этого вы каким-то образом насыпаете кофе, делаете трамбовку, делаете кофейную таблетку. Сделать это не очень просто, но люди делают. После этого нужно какой-то фильтр сверху положить, чтобы вода при наливании, при заливании не разбила вашу подушку. После этого заливаем воду. Скорее всего, нужно заливать до верха. То есть, это огромное количество воды, и она уже будет насыщать подушку. То есть, делать такой принт фьюжн, перед смачиванием подушки, она будет размываться. И после этого нужно быстро вставить планжер, который, кстати, не так-то просто поставить ровно, когда вы это все делаете быстро, а тут реально пару секунд всего лишь у вас есть на это, если вы не хотите 15 секунд принт фьюжн делать. И все это чудо вы должны поставить или в пресс, то есть, есть пресс для гранат, такой с рычажком, он отлично бы сработал, если влезет такая конструкция в него, или в пресс для сока, есть винтовой пресс. Я не знаю, если вам хочется заниматься таким, делайте. Если у вас есть инструменты, чтобы сделать ручной пресс из дерева, делайте, но я не вижу смысла, если есть такая штука, если есть флеер, например, флеер эспрессо, когда уже все готово, и никаких лишних движений, мучений нет. Это просто для другого кофе. Если эспрессо, то берите просто отдельный девайс. Ну что, я надеюсь, у вас теперь не осталось вопросов по призму. Это все-таки не для эспрессо, и никогда не давите вот так, потому что так вы получите не то давление, оно будет слишком маленьким. Давите нормально. Используйте правильную технику, тогда у вас получите вкусный кофе.